Провинция Хубей не зря считается сердцем Китая. Здесь сосредоточена львиная доля всей промышленности Поднебесной. Металлургическая, текстильная, машиностроительная. В городе Ухань расположена штаб-квартира второго по величине производителя автомобилей в Китайской Народной Республике. Дунфин Мотор Корпорейшн. Выпускающего автобусы, легковые и грузовые автомобили. Кроме того, завод имеет совместное предприятие. Также об этой провинции можно говорить как о сельскохозяйственной. А потому и точек соприкосновения у Брестской области и провинции Хубей достаточно. Провинция Хубей наш давний и очень хороший партнер. Я уже отмечал, что взаимоотношения и связи возникли достаточно давно. Конечно, особенно учитывая последние события, которые связаны с определенными ограничениями санитарно-псимологическими. Будем считать, что сегодня подписание соглашения о работе на 2022-2024 год, так называемой дорожной карты, оно позволит нам сделать определенную перезагрузку наших контактов, нашего взаимодействия. Работа в китайском направлении сегодня становится еще более актуальной, потому что стоит задача переинтации тех направлений, потоков, которые мы взаимодействуем и поставок западного. Переинтация, конечно, на восточном, в том числе на китайский рынок. Брещен и провинция Хубей – почти 30 лет дружбы и тесного, взаимовыгодного сотрудничества. Налажены контакты в экономической, гуманитарной и образовательных сферах. Тесно переплетены экспорт и импорт. Продукция брестских производителей, особенно пищевой промышленности, широко известна китайскому потребителю. Это подчеркнул в своем видеообращении вице-губернатор провинции Хубей Чао Хайшань. Хорошие и качественные брестские продукты известны жителям Ухани благодаря китайскому железнодорожному экспрессу в Европу. Провинция Хубей готова воспользоваться стратегической возможностью, чтобы совместить строительство китайского экономического пояса «Шелкового пути» с национальной стратегией развития Республики Беларусь. Укрепить сотрудничество с Брестской областью в сфере инвестиций и сделать Брестскую область одним из главных распределительных центров в Европе в сфере железнодорожных перевозок. Во-вторых, мы будем укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения. Мы готовы открыть в Бресте центр традиционной китайской медицины. И в-третьих, мы будем укреплять сотрудничество в области гуманитарной науки и развивать контакты между людьми. Видеоконференция проходила в рамках пятого международного форума деловых контактов «Брест-2022». Стороны говорили о многом, в частности о развитии совместных проектов в разных отраслях. Также о реализации инвестиционных договоров в логистическом направлении сделать Брест одним из ключевых логистических центров при реализации проекта «Один пояс, один путь». Развивать контакты в области туризма. Создание на базе областной клинической больницы центра традиционной китайской медицины с реконструкцией физиотерапевтического корпуса, а также подготовки белорусских студентов в вузах Китая. Все вышесказанное нашло отражение в подписанной дорожной карте на 2022-2024 годы. В этой дорожной карте определили, будем говорить так, 4 блока направления работы. Это первая торговля взаимная, потому что сегодня мы в рамках замещения сырья, материалов, компонентов, которые необходимы для наших предприятий, и мы приобретали на западном рынке, мы переориентируемся на другие рынки, в том числе китайские. Второе направление, ну и в принципе торговля как традиционным направлением, чем славится наши, было отмечено, продукты питания, продукции лесопереработки, мебель, другие. Сегодня активно это направление отрабатывается, в том числе с использованием действительно систем контейнерных перевозок, железнодорожных и так далее. Второе направление, конечно, инвестиционное, потому что провинция Хубэй – это центр Китайской Народной Республики. Мы в своей дорожной карте прописали для себя определенное направление работы. Мы должны отработать инвестиционные проекты, которые касаются реализации проектов и по синтетическим моющим средствам, и по производству, допустим, медицинского оборудования, и в сфере легкой промышленности. Ну, как я уже называл, сегодня нас интересуют, в принципе, и другие направления, это мобильное строение. Сегодня, значит, очень много предприятий в провинции Хубэй, которые всего можно обсуждать, возможности инвестирования и к нам, именно по светотехнике, все, что связано с автомобильной промышленностью. Будем искать или продолжать даже взаимное сотрудничество в сфере медицины. Одно из направлений прописано – это возможности проработка создания центра традиционной китайской медицины, потому что, я думаю, будет это интересно для жителей нашей области и для самого Бреста. Соглашение о сотрудничестве между Брестским обл. и Народным правительством провинции Хубэй было подписано в 1994 году. Отношения между обеими сторонами постоянно развивались. Учитывая взаимные доброжелательные отношения двух стран, можно сказать, что Брестская область и провинция Хубэй продолжат наращивать сотрудничество во всех сферах. А подписанная дорожная карта на 2022-2024 годы лишь укрепляет доверительные отношения.